В пенсии отказано, что нас ждет впереди. Общество, пенсионная система 26 мая 9.20 в пенсии отказано, что нас ждет впереди. Какие ловушки готовит россиянам переход на индивидуальный пенсионный капитал? Александр Ситников, комментарии в просмотров 195 878. Фото, Сергей Фадишев, ТАСС. В России полным ходом идет подготовка к внедрению индивидуального пенсионного капитала. Новая система предусматривает дополнительные и вроде как добровольные отчисления работников еще до 6% в систему страхования старости. Это помимо того, что работодатель уже удерживает с реальной зарплаты 22% в пользу ПФР. Пикантность, однако, заключается в том, что де-факто идет возврат к норме, которая себя уже не оправдала. Напомним, россияне ранее отчисляли часть заработка в негосударственные пенсионные фонды с целью накопления, но в 2014 году была произведена заморозка этих денег. То есть обманули и опять повторяют. Хотя идея была благая и заключалась в инвестиционном приумножении средств работников для достойной старости, эффект получился противоположный. Впрочем, в условиях тотальной коррупции ждать другого результата не приходилось. Не исключено, ряд руководителей предприятий имел договорники с недобросовестными НПФ и принуждал своих работников делиться частью зарплат, безусловно, за отдельное вознаграждение. Теперь власти призывают людей в очередной раз наступить на старые грабли. Уже озвучиваются цифры, что кипку удастся подключить десятки миллионов россиян, что позволит собирать ежегодно до двух ТРЛН рублей. Значит, логично ждать традиционную принудиловку в тех компаниях, которые так или иначе связаны с государством. Считайте также. Кремль поднял себе зарплаты, а стране пенсионный возраст. Почему те, кто причастен к государственным финансам, экономический кризис не замечают? Эксперты уже сравнили российскую концепцию и ПКС-пародии на американскую программу 401k. Доморощенные чиновники убеждают нас, что завтра пенсионное обеспечение улучшится, и наши старики заживут так же хорошо, как и пожилые люди Европы и Америки. Или, во всяком случае, намного лучше, чем сейчас. Но так ли это на самом деле? В Соединенных Штатах к программе 401k подключено до 100 миллионов человек, при численности всего работоспособного населения почти 208 миллионов. Чаще всего в рамках 401k американцы рассчитывают на пенсионное пособие по социальному обеспечению, которое выплачивается с 62,5 лет. Это что-то вроде нашей минималки. Чтобы ее получить, гражданам США требуется накопить 40 пенсионных кредитов, аналога баллов ПФР. Для сведения, один американский пенсионный балл соответствует 179 часам работы при минимальной почасовой оплате труда, установленной федеральным законодательством. То есть за океаном достаточно отработать примерно 40 месяцев в белую, и можно смело идти за пенсией в размере доллар 1370. В России же тем людям, которые будут выходить на заслуженный отдых в 2024 году и позже, потребуется накопить 30 пенсионных баллов, что, между прочим, соответствует 30-й годам стажа получающих мрот работников. Правда, в Соединенных Штатах далеко не всеми не всегда удается найти белую работу. Как следствие, в Америке имеется, по крайней мере, три категории жителей, которым в пенсии оказано. Об одной такой истории рассказало известное издание «The Atlantic». Роберта Гордон в возрасте 76 лет трудится в продуктовом магазине. Женщина, к слову, всю жизнь работала уборщицей, чернорабочим в больнице, телемаркетером, библиотекарем, сборщиком средств, но трудилась почти всегда по каким-то разовым договорам, как того требовали работодатели. Теперь она живет в квартирке, которую снимала пополам со своей подругой за доллар 1040 в месяц, но компаньонка умерла. Найти замену Гордон не удалось. Поскольку зарплата составляет доллар 915, теперь ее ждет бездомная старость. Как пишет «The Atlantic», многие люди, достигшие пенсионного возраста, не имеют пенсий, которые были у работников предыдущих поколений, просто потому, что не смогли вложить достаточно денег в свои программы 401k. По официальным данным, сегодня две трети американцев не вносят деньги на счет 401k или производят платежи нерегулярно. По словам Кевина Приндивилла, исполнительного директора Некоммерческой организации, которая занимается проблемой бедности пожилых людей, 14,5% американцев 62+, являются нищими и бездомными, то есть живут без пенсий. И эта тенденция прогрессирует. Но это не все. В США получать честную пенсию по программе 401k, или по схеме ИПК, которую навязывает кабинет Медведева АВТ, в обязательном порядке нужны сильные независимые профсоюзы. Без них любые отношения с работодателем являются игрой в одни ворота. Даже если работник добросовестно пропахал всю жизнь на хозяина, это не значит, что его ждет пенсия. Пенсионная реформа, если правительство ухудшает жизнь стариков, оно должно уйти. Кабинет Медведева не извлекает уроки из провальных опытов над пожилыми людьми. Во-вторых, малый бизнес является самым опасным местом работы с точки зрения пенсионных программ. В США только 11% всех фирм с числом сотрудников 50 и меньше активно участвуют в программе 401k. Иначе говоря, проводя пенсионную реформу в России, власть махом выкидывает за борт значительное число людей, которые в силу обстоятельств вынуждены трудиться в указанном секторе экономики. В-третьих, опираясь на опыт США, можно смело сказать, что схема АИБК будет работоспособна в Москве, в Питере и в ряде городов-миллионников. Только богатые регионы создают более-менее нормальные условия для накопительных программ. В целом опыт богатой Америки, первой экономики мира, поучителям для россиян. Он показывает, что нам откровенно врут, когда обещают счастливую старость, мол, западные пенсионеры путешествуют, а пожилые россияне вкалывают на дачах. С другой стороны, будут правы и те, кто скажет, нашли, что сравнивать, Россию и США. Как-никак, пенсионное и социальное обеспечение в Америке считается одним из самых лучших в мире. Но даже в этой благополучной стране многим людям отказано в пенсии. Логично предположить, что узаконивание в нашей стране АИБК будет иметь еще более трагические последствия. Пенсионная система, пенсионная реформа, если правительство ухудшает жизнь стариков, оно должно уйти новости социальной политики, эксперт. Пенсионная реформа ударила по семьям с детьми.